Телеканал «Дважды-2» представляет Телеканал «Дважды-2» и телекомпания «Сонотекс» представляет Андрео Дель Бока в телевизионном многосерийном фильме «Антонелла». Автор сценария – Энрике Торрес. В фильме также снимались. Умберто Сарана. Мими Орду. Асфальдо Тессер. Моника Голан. Асфальдо Гиди. Гастон Мартелли. Диего Буссона. Продюсер Сельсо Дуран. Режиссер Карлос Эбаристо. Оператор Рубен Герваси. Что я должен сделать, чтобы заставить тебя понять, что ты не импотент. А мужчину, у которого проблемы импотенции. Эти проблемы можно решить соответствующим психологическим лечением. Лаутаро, не нужно об этом сейчас. Но что стало с энтузиазмом, который был все эти месяцы? И заставлял тебя работать, бороться, чтобы стать таким, каким ты стал. С каким я стал? Каким я стал? Какой ты? Я готов для того, чтобы ты поставил меня в витрину и говорил. Посмотрите, сеньоры, сеньориты, перед вами результат моей работы. А каков результат моей работы? Ты вставил батарейки к кукле. И теперь дети могут играть с ней. Но ты кое-что забыла, Лаутаро. Сейчас куклы плачут, говорят мама, разговаривают. Но они не могут жить как люди. Это самая большая глупость, которую я слышал. Это правда. Люди могут заниматься любовью, а куклы нет. Физически ты в порядке, Николас. Всему причиной твой страх. Не избегай, Антонеллы. Скажи, что ты ее любишь. Ты не даешь приказов своему телу. Позволь ему чувствовать. Твое тело мудрее тебя. Ты просто дай ему возможность почувствовать. Хорошо, Лаутаро, все хорошо. Ты действительно проделал отличную работу. Я тебя поздравляю. Если нужны рекомендательные письма, не забывай, что я так же умею писать. Вот тарелки, чтобы накрывать на стол. До каких пор вы не будете разговаривать со мной? Вы уже давно такая. Вы мне не ответите? Вы мне сказали, я вас расслышала. Мне не надо, чем разговаривать с вами. Какие у вас претензии ко мне? У меня к вам никаких претензий. К вашему сведению я вдова. Но вдова, которую уважают. Я себя никому не дарю. Я себя уважаю. А при чем здесь это? При том, что вы можете идти в театр с другом. Со мной ничего не происходит. Какое отношение имеет театр к нашему разговору? Не прикидывайтесь наивным и не смотрите на меня. Меня это не волнует. Почему вы так со мной? Не оскорбляйте меня. Что я вам сделал? И вы еще спрашиваете, что вы мне сделали? Вы разбили мне сердце. Вы обманули меня, как провинциальную служанку. Но этому пришел конец. Вы мой шеф. Вы приказываете, я выполняю. Но мне не зачем разговаривать с вами. Тарелки очень хорошо. Я должна накрыть на стол. Я накрою. Но я не собираюсь беседовать с вами. Бессердечный. И это все? Да. Когда я спустилась, твой сын был с Антонеллой. Я представилась, сказала, что я Паула. Он протянул мне руку и сказал, очень приятно. И ушел. Я похолодела, Антонелла тоже ничего не поняла. Очевидно, я ему не понравилась. Матерс очень застенчивый. Но самое главное, что он чувствует отец. А отец без ума от тебя. Неужели без ума? Представь себе. После того, как я вдовел, я встречался с женщинами, но никогда не представлял их сына. Любопытно, но я всегда считал, что представлю ему только ту женщину, на которой снова женюсь. Прости. Я не ослышалась, ты сказал, женюсь? Нет, 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 у меня сорвалось, прости. Но уж поскольку мы затронули эту тему, можем воспользоваться этим вечером и поговорить во время ужина. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Тебя удивляет, что я не удивлена, честно говоря-то. Я уже давно знала об этом, мне рассказал Гастун. Значит, тебе удалось вытянуть из старухи много денег? Поздравляю. Это мало кому удавалось. Зачем ты пришла? Увидеть тебя. Мы ведь были подругами. Гастун также сказал, что ты едва не уехала из страны, но в последний момент передумала. Из-за него? Возможно. Ты по-прежнему влюблена в Гастона? Возможно. Значит, влюблена. Мне жаль тебя, Ракель, потому что Гастун не вернется к тебе. Почему ты так говоришь? Ему очень хорошо там, где он сейчас. И с кем он? Как это с кем? Они все скрывали долгое время. Но я узнала. Твой муж и Антонелла уже давно любовники. Они поддерживали отношения еще когда ты жила в особняке. Антонелла? Только не говори, что ты удивлена. Ты никогда ничего не подозревала? Да, подозревала. Она с самого начала хотела отнять у меня мужа. Значит, поэтому он не захотел уезжать. Его даже деньги не волнуют. Ясно. Если я могу помочь тебе, рассчитывай на меня. Я твоя подруга. Хорошо, что ты не спишь. Не придется будить тебя. Читаю. Что-то интересное? Нет. А что же ты делаешь с книгой? Ласкаю. Это сборник Альфонсины с Томми. Мне подарил его Николас. Что-то случилось? Я только пришла и сразу прибежала к тебе. Хочу тебя попросить. О чем? Разложи мне карты. Карты? Ты в это не веришь? Неважно. Разложи, пожалуйста. Лаутару только что попросил меня стать его женой. Ты понимаешь? Не проси меня, Паула. Но ведь у меня все прекрасно. Я выйду замуж и буду счастлива. Я уже давно не делала этого. Я знаю. Но если ты по-прежнему будешь обвинять себя в случившемся с Николасом, то, что случилось с Николасом, всегда выходило на картах. Я ничего не сделала, чтобы помешать. А что бы ты могла? Если бы в него не стрелял Артур, он попал бы под грузовик. Хватит. Это уже прошло. Николас в порядке. Продолжай. Пока все хорошо, да? Шесть червей означают удачу в делах. Продолжай. Тускопас. Тускопас выпал и у меня. Что это значит? Страсть. Любовь. Брак. Глупая. А тебя переполняет страх. Ты тоже выйдешь замуж? Давай, продолжай. Карты врут, Паула. Не будь занудой. Давай посмотрим, какая следующая. Трикопас. Что это означает? Что означает трикопас? Беременность. Я же тебе сказала. Карты врут. Они всегда врали. Всегда. Всегда. Твой муж и Антонелла – любовники. Они поддерживали отношения, даже когда ты жила в особняке. Твой муж и Антонелла – любовники. Твой муж и Антонелла – любовники. Любовники. Аманты. 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 Нет. Она застала меня, когда я возвращал куклу. Если она услышит, что я называю его куклой, она меня убьет. А что она ответила, когда ты сказал, что Тадди и ты любят ее до неба? Ничего. Что она скажет? Ты ее правда любишь? Да. А почему не скажешь ей об этом? Ждешь, пока поправишься, но ты уже почти здоров. Пока нет. Ты немного хромаешь, но это почти незаметно. Ты правда все вспомнил? Почти все. Есть вещи, которые я не помню, не могу восстановить. Ты помнишь о братике, который должен был родиться? Смутно. Я помню, что твоя мать была беременна, не так ли? Да, но я имела в виду не этого братика, а который должен был родиться у Антанеллы. Антанелла должен был родиться братик? Твой братик? Да. Она тебя очень любила. И сильно страдала, когда потеряла его. Как она его потеряла? Она была с тобой, когда в тебя стреляли. А на следующий день потеряла его. Она очень испугалась. Мне жаль, что он не родился. Не сердись, я очень устала. Но мы попьем чаю и быстро поднимемся. Антанелла, я до смерти хочу спать. Спустись одна и приготовь себе липовый чай. Он тебя успокоит. Ты ужасно нервничала. Прости. Ты испугалась? Немного, но уже все прошло. До завтра. До завтра. Нет. Я тебе не служанка. Ничего не получится. Хочешь чаю, спустись вместе со мной. Согласен. Не заставляй меня молчать, потому что ты прекрасно знаешь, что я не замолчу. Ты такой же, как все мужчины. Вы считаете, что самое подходящее место для женщины это кухня. Вам нужно все. И любовницы, и развлечения. Когда возвращаетесь с работы, устраиваетесь в кресле и ждете ужин. И в довершение, когда садитесь за стол, смотрите на тарелку. Смотрите со свращением, как будто ждали чего-то другого. А теперь я спрашиваю, почему вы сами не готовите, когда возвращаетесь с работы? Или хотя бы через раз. И не говори, что я перехлестываю. Я тебя не заметила. Наверное, ты думаешь, что я сумасшедшая? Да. Простите, что я настаиваю, синьор. Но, пожалуйста, позвольте мне позвонить врачу. Я сказала нет. Это тахикардия. Мне поможет лекарство, которое он прописал. Через несколько минут я буду в порядке. Простите, синьор, простите, что настаиваю. Не нужно меня ругать. В последнее время вы часто меня ругаете. Но синьора тоже... Синьор, синьора уже не та, что приезжает за бильярдом. Не говорите так. И прошу прощения, но вы все такая же упрямая, как и раньше. Я попросил прощения. Это правда. Какая необходимость столько времени проводить в офисе? Не так уж много, а бильярдом. Раньше я работала по 12-14 часов. Я всегда хотела больше и больше. А сейчас все иначе. Знаете, что произошло со мной вчера утром? Я заснула за столом. Консуэлла разбудила меня, когда принесла кофе. Я заснула за столом. Я тоже старческая. Вы понимаете? Дело в том, что Тадди... Короче, он... Тадди... Не думаю, что я сумасшедшая, потому что разговариваю с ним. Он помогает мне думать. Часто я сержусь на него, а иногда он дает мне советы. Пенина. Пожалуйста, не называй меня так. Это имя мне придумала Бильярдо, потому что я называю его Чончи, но только потому, что ты не мог выговорить длинные слова. А теперь ты говоришь хорошо. Пенина – это красиво. Да, но это имя мне не подходит. Я уже взрослая. Пенина – это красиво. Заладил, заладил. Ты по-прежнему остаешься сексуальным фанатом, как всегда. Прости. Не обращай внимания. Почему сексуальный фанат? Я называла тебя так иногда. Да, раньше. Но почему сексуальный фанат? Не важно. У Тадди сонное лицо. Лучше я отнесу его спать. Он уже засыпает. Почему сексуальный фанат? Потому что ты назойливый и занудный. Приназойливый. Сливники. Так счастливы. Да. Ты постоянно звонил, чтобы сказать, что любишь меня. Почти каждый день я заходила за тобой в офис, и мы шли вместе обедать. В выходные ты возил меня есть кальмаров в ресторан, расположенный на реке. Кальмаров? Это было твоим любимым блюдом? Уже нет. Ты почти не задерживался в этой комнате. Все ночи ты проводил в моей спальне. Часто будил меня, чтобы заняться любовью. Мы все возместим, Никки. Все возместим. Антонелла? А Антонелла? Антонелла? К счастью, она оставила тебя в покое. Она сводила тебя с ума. Ее волновало только твое положение, твои деньги. Она дура. Ну, ты наконец-то понял, что она из себя представляет. Мне жаль твоего кузена. И моего кузена? Да. Она разрушила его брак. У тебя нет желания прогуляться? Я хочу тебя кое с кем познакомить. В отеле? Да. Может, там нужна телефонистка или горничная, чтобы убирать в номерах. Или человек, который бы собирал белье в стирку. Мне нужно найти работу, дядя. Если ты спросишь в отеле, ты ничего не потеряешь. Нет, дело не в этом. Просто меня удивила твоя просьба. Я поговорю с доном Карло, чтобы он позволил мне пожить в его доме, пока я не могу снимать квартиру, пусть даже маленькую. Снова идешь из особняка? Я не могу там оставаться, дядя. Зачем? Теперь я уйду ни на кого не сердитая. Раньше я злилась, и мне было намного легче уйти. Сейчас зла нет? Нет. Есть только боль. Все закончилось. К счастью, ты еще молодая. А при чем вот это? При чем? Жизнь – это дама из общества. Одна из этих высокомерных женщин, которая все знает и никогда не слушает молодежь. Ее не интересует, что они могут сказать. Потому как бы ты ни говорила, что все закончилось, она тебя не слышит. К счастью, она тебя не слышит. Я тебя не понимаю, дядя. Если в операционной вместо опухоли тебе не удалили сердце, ничего не закончилось, Антонелло. Если мне не изменяет память, твое сердце дерзкое и выносливое, как голова крестьянина. Сколько бы ты ни говорила, что все закончилось, жизнь тебя не слышит. Плотки нужны для того, чтобы в них сморкаться или чтобы утирать слезы, а не для того, чтобы использовать их как повязку на глаза. Не понимаю. Сейчас у тебя платок на глазах. Когда ты простудишься и воспользуешься им, чтобы вытирать нос, ты все увидишь. Ты так говоришь, потому что любишь меня. Это желание доброго дядюшки. Нет. Это уверенность старого дядюшки. Я принес вам йогурт, который вам нравится. Что вы будете делать? Продолжу уборку. И будьте любезны, не кладите мусор на стол. Буду вам благодарна, потому что я не собираюсь убирать дважды. А также не бросайте мусор на пол, потому что я уже вымыла пол. Знаете что? Ваш муж умер не случайно. Он сам убил себя инфарктом, чтобы не видеть вас. Послушайте, не трогайте усопшего, оставьте его в покое. Не беспокойтесь. Вашему усопшему спокойно там, где он находится. Потому что ему не приходится терпеть вас. И если вы умрете, не вздумайте отправиться на небо. Потому что вы ему все испортите. Не заставляйте его убивать себя дважды. Как это Николаса нет? Нет, я сказала тебе по-испански. Могу повторить по-каталански. Но он знал, что я приду работать с ним. Да, но его нет. Он ушел с Мирандой. Так что эти два часа, которые ты должен был работать с ним, достанутся мне. Два часа. Столько продолжается встреча влюбленных в отеле. Какие пошлые мысли. Что сказал обо мне твой сын? Хорошо. Хорошо, но что он сказал? Я спросил, как ты ему показалась. Он сказал, хорошо. Если бы ты знал о моего сына, это означает, что он дает 10 очков. Он такой же экспрессивный, как и черепаха. Никогда не знаю, что у него в голове. Выходит, это хорошо означает... Да. Что ты можешь покупать вывеску со словом... Мачеха. И вторую со словом... Жена. До того, как это произошло, мы с тобой уже встречались. Конечно, ты этого не помнишь. Нет. Как я тебе сказала, Ракель, Николас, как бы это выразиться, старается все вспомнить. Свою семью. Хочет разобраться в том, кто его любит, а кто нет. Но дело в том, что пока он в растерянности относительно некоторых лиц. Например... Например, Антонелло. Добрый день, сеньор. Не здоровайся со мной, гнусная старуха. Тоже могу сказать о вас, сеньор. Не буду вас задерживать, вас ждет бабушка. Войдете сами, или открыть вам дверь. Когда твоя бабушка взяла ее в особняк, я очень обрадовалась. Думал, мы станем подругами. Но я заблуждалась. С этим ангельским личиком, с этими манерами... Она в любой момент может вонзить тебе нож в спину. Со мной она так и поступила. Как? Она появилась там и сразу положила глаз на Гастона. Моего мужа. Конечно, я об этом узнала. Сначала я не догадывалась. Она стала его любовницей. Любовницей? Любовницей, Николас. Любовницей. Антонелло, любовница твоего кузена Гастона. Более того, она уже сделала аборт, забеременев от него. Она не захотела иметь ребенка, поскольку не смогла подцепить тебя. Отказалась от ребенка. Гастон хотел признать его. Да, он хотел признать ребенка, но она отказалась. Поскольку ты основной наследник. Она хотела использовать ребенка, чтобы привязать тебя. Она даже сказала твоей бабушке, что ждет ребенка от тебя. Это нахалка. Без намека на какие-либо чувства. Нахалка. Запутала бабушка. Итак, к чему этот разговор о недомогании, о твоем здоровье? Не понимаю, к чему ты клонишь? К тому, что я старая. Вот к чему. Я не буду тебе говорить о своих морщинах или боли в суставах. Слава Богу, ревматизм не лишает меня сна. Я не только старая. Я чувствую себя старой. Да. Старой и уставшей. Я по-прежнему не понимаю. Выздоровление твоего кузена это скорее желание, чем реальность. Николас ходит, говорит. Но не скоро станет тем, кем будет. Я тебе говорил. Разумеется. А другие люди говорили мне совсем другое. Твой дядя Факундо не хочет взваливать на себя фирму. Его устраивает должность советника. Все, большего ему не нужно. Остался только ты. Это меня радует. А меня нет. Никогда не думала, что скажу такие слова. Ты мне не нравишься, Гастон. Я не захотела расследовать случившееся с твоим кузеном Николасом. Бабушка, я не приказывал убить Николаса. Я сказала, что не захотела расследовать. И не стану этого делать. Но ты мне не нравишься, Гастон. Я тебе не доверяю. Хоть у меня и нет другого выбора. У меня ничего не остается, как сделать этот шаг. Это уже не для меня. Поэтому мне нужна твоя помощь, чтобы управлять фирмой. Ты не пожалеешь. Я не доживу, чтобы удостовериться в этом. Не обещай того, чего я не смогу проверить. Я хочу, чтобы постепенно ты встал во главе фирмы. Согласен. Но мне бы хотелось поставить тебе несколько условий. Голова старухи, которая сидит за дверью. Нет, Карло. Все, что написано в заявке, нам необходимо. Но ты можешь что-нибудь сократить? Например, кофе. Три килограмма – это безрассудство, Консуэлла. Что здесь делают с кофе? Моют руки им? Лукреция такая же, как ее внук. У меня есть приказ. Не спрашивать у посетителей, хотят ли они кофе, а просто подавать. Очень хорошо, но подавай его в чашечке, а не в вазе. Три килограмма кофе на месяц – это чудовищно. С мылом происходит то же самое. Вы что, его едите? Что ты хочешь? Она хозяйка. Я ничего не могу сделать. Я бы на твоем месте не протестовала, а выполнила бы эту заявку. Какой приятный визит. Нет, это не визит. Дон Карлов, привет. Привет. Я пришла поговорить с вами. Зашла в ваш офис, но мне сказали, что вы здесь. Для меня это честь и большое удовольствие, что меня ищет такая дама, как ты. Какая-то проблема? Бабушка хочет поговорить с вами. Все закончилось. Добренькая, старенькая звезда. Лекарства, которые ты добавишь в напиток, больше нет. Ты сказала, что он с ума сходит по гамбургерам? Тогда можно размять несколько таблеток и смешать порошок с мясом для гамбургеров. Вместо того, чтобы выпить снотворное, он его съест. Так делают женщины, любовницы женатых мужчин, чтобы создавать им проблемы дома с женами. Потом они не могут вспомнить, где провели ночь. Представляешь? Ангел отдыхает. Ангел отдыхает. Поэтому ты так мало спишь. Ты плохой мальчик, Артура. Очень плохой. Ты знаешь, что я делаю с плохими мальчиками? Я их стригу. Стригу. За вредность. Сейчас я тебя подстригу. Сделаю тебя очень красивым. У тебя ужасные волосы. Стриженным ты будешь лучше. Тебе не будет жарко. Ты плохой мальчик, Артура. Очень плохой. Она предложила мне деньги. Но мне не нужна милостыня. Я хочу работать. Не знаю, почему она так поступила. Этот ее внук мерзавец. С Николасом все было по-другому. Гастон подлый человек. Но хозяйка не менее подлая. Антонелла? Я пришла набрать 40 очков, Донья. У меня нет работы, с которой меня могут прогнать. Но я все равно отказываюсь. Знаете, от чего я отказываюсь? Отказываюсь каждый день видеть ваше лицо. И не предлагайте мне никакой милостыни. Унизительно просить ее. Но принять намного хуже. Посмотрите, в кого вы превратились. Вам нравится видеть то, что вы видите, когда вы смотрите в зеркало. Знаете, кто вы? Машина, которая пожимает руки. Очень приятный министр. Как ли, сенатор? Как дела, сеньор президент? Машина поднимает руку, и все умирают от желания пожать ее. Вы очень популярны. Вы жили, чтобы достичь этого. Для вас популярность – это синоним выживания. Но у меня все это вызывает отвращение. Да, сеньор, отвращение. Потому что то, что вы сделали с консуэлой, омерзительно. Что? Вы так и будете сидеть? Я ничего не буду тебе говорить, потому что ты права. Что с вами, Донья? У вас болит сердце? Нет. Голова, живот. Дайте мне телефон вашего врача. Нет, у меня ничего не болит. Хватит, Донья. Неужели вы сморкаетесь, потому что простудились? Что с вами? Не обманывайте меня. У тебя есть большой недостаток, Антонелло. Да, я знаю. Я болтлива. Нет. Все это я сказала не для того, чтобы вы стали такой. Нет, ты не болтлива. Ты очень молода. И это твой недостаток. Ты должна была быть старше и уже давно сказать мне все это, а также влепить мне пощечину, потому что, когда ты вошла, у тебя было такое желание. Ты бы оказала мне большую услугу. Мне никто никогда не противоречил. Всегда было «да, сеньора», «да, сеньора» и «люви, мадам», потому что одно время я говорила со слугами по-французски. Даже бедному абиллярду пришлось учить французски. Машина, чтобы пожимать руки. Это верно. Я пожала столько рук, сколько денег у меня в банке. С консуэла все будет хорошо. Не беспокойся. Да вы не понимаете, Донья. Консуэле не нужна милостыня. Она получит не милостыню, а работу. Она будет работать в фонде, носящем имя моего мужа. Я не хочу пускать туда Гастона. В фонде... Там нужны служащие. Это хорошее место для консуэла. Да, конечно. Простите, Донья, у меня вопрос. Там нет работы для меня? Работа для тебя? Да. Я попросила у нее работу, и она сказала да. Но мы не смогли продолжить разговор. Ей стало плохо, она побледнела. А сейчас она с врачом в своей комнате. Значит, это правда? На этот раз ты уйдешь? Окончательно. Не знаю, что сказать. Если я попрошу тебя остаться, знаю, что сделаю плохо. Потому что всякий раз, когда ты видишь Николаса, с тобой случается обморок. Если не вижу, тоже. Но все равно, я должна уйти. Донья скупая, но со мной она не будет жадничать. Я уверена, что на зарплату я смогу снимать квартирку, пусть даже маленькую. Честно говоря, я не хочу идти жить в дом Дона Карло. То, что он подслушивал, когда я омылась, меня потрясло. Представляешь? Если я буду жить в его доме, то стану самой грязной женщиной на свете. У меня нет другого выхода. Ну что? Врач уже ушел. Синьоре лучше. Истощение. Он приказал ей оставить работу. Кому-то придется занять ее место. Этот кто-то уже занял его. В этом доме, Бильярдо, кто не бегает, тот летает. Видите, как все обернулось? Нужно было вскрыть тебе голову и подправить мозги, Николас. Ты должен позволить Антонелле приблизиться к тебе. И все твои проблемы бы решились. У тебя плохо с головой, Анистон. Полагаю, ты не рассказал об этом, Паули? Ты мне обещал. Я никогда не предам друга этому, меня научили еще мальчишкой. Но настаиваю. Лаутара, пожалуйста. Не делай этого. Что бы ты ни говорил, ты ничего не добьешься. Но ты в нее влюблен. Да, но никогда не позволю Антонелле приблизиться ко мне. Так будет, пока я буду импотентом. Она молодая и ждет от жизни многого. Она может встретить нормального мужчину. А не такого, как я, с которым можно лишь поболтать. Я принес тебе мед, потому что он тебе нравится. Во всяком случае, нравился. Сеньора разрешила мне навещать тебя, когда захочу. Она тебя очень ценит, несмотря на... Вчера я очень испугался. Ее принесли домой. Когда я на нее взглянул, то подумал... Конец. Ну, нет. Это был просто старческий недуг. Невероятно, как ее подкосило. Так неожиданно. Конечно, ее потрясло то, что случилось с внуком. Молодой парень. Полный жизни. Вдруг в один момент становится идиотом, потому что кто-то... Ну, почему ты не попробуешь? Ну? КОНЕЦ Артуро, сколько раз я к тебе приходил и не заметил, что у тебя нет подушки. В моей комнате их две. Я тебе принесу одну. Перьевую. Мне нравятся перья. Артуро, ты ходил в перегмахерскую? Что касается сервиса, он замечательный. Лучший. Тебя удивит, если я скажу, что все приготовила сама. Неужели они домашние? Домашние. Пальчики оближешь. Ешь, пожалуйста. Ешь. Ммм. Гамбургер. Тепленький, тепленький. Посмотри на меня. Ты меня обманываешь. Я не могу. Я обещала никому ничего не говорить. О ком не говорить? О папе. Очень хорошо, значит, не говоря. Обещание нужно выполнять. Антонелло, что? Что такое мужчина-импотент? Мужчина что? Мужчина-импотент. Мужчина-импотент, это... Дело в том, что я не мужчина, и поэтому... Что? Ты не знаешь, что такое импотент? Да. Вообще-то, да. Что это? Это мужчина, который... Не может. Да, мужчина, который не может. Не может что? Федя, почему ты всегда задаешь мне такие вопросы? Ты не можешь спросить что-нибудь полегче. Хорошо. Не хочешь отвечать? Не отвечай. Этот вопрос ты должен задать папе. Я не могу задать его папе. Почему? Потому что он импотент. А, откуда ты это взял? Он сказал об этом Лаутару. И что он сказал? Что именно он сказал? Я никогда не позволю Антонелле приблизиться ко мне. До тех пор, пока я импотент. Боже мой. Значит, он меня любит. Меня любит. На русский язык фильм озвучен фирмой Дважды Два Телемаркет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok